4 мая 1945 года в честь 50-летней годовщины со дня изобретения выдающимся русским физиком Александром Поповым радиосвязи Совнарком СССР принял постановление об учреждении 7 мая ежегодным праздником радио. С тех пор в этот день с профессиональным праздником принято поздравлять специалистов радиотехников, сотрудников радио, преподавателей, студентов радиофизических факультетов. И сегодняшний выпуск мы решили посвятить легендарной радиостанции Владивостока. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Александр Топоров и Ляля Юлия Булавина, ведущие вечернего шоу «Информаторы» на радио Ви-Би-Би-Си. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, во-первых, вас с праздником, с профессиональным. И еще с одним праздником для вас. Вы стали победителями торговой марки года. Расскажите нам об этом. Абсолютно правильно. Она проводилась не так давно. Мы участвовали в ней несколько месяцев. Полгода примерно. Где-то полгода, да. Голосовали только те люди, которые слушают радиостанции, пользуются услугами, потому что это была торговая, как сказать, марка. Отделение, то есть было и номинация, получается, номинация СМИ. Средство массовой информации. Мы там, естественно, выставили свою кандидатуру. И забегая немножечко вперед, я скажу, что мы обошли наших друзей, коллег, не конкурентов на 3,5 тысячи голосов. То есть я считаю, что это на самом деле большое достижение. И все это было для нашим радиослушателям. Потому что, ну, мы, конечно, сами тоже проголосовали по одному разу, не больше. Все остальное это были голоса тех людей, которые нас слушают, которым мы благодарны, высказываем огромное спасибо. И тоже поздравляем с наступающим праздником Дня Радио. Это не единственная номинация, в которой вы победили. Да, потому что мы взяли золото в силе бренда. Да, мы взяли золото в силе бренда и получили не одну награду, а две, получается. Два кубка и две грамоты. Одну за СМИ, а вторую за силу бренда. В общем, золото и серебро соответственно. Поэтому наши ребята, которые представляли радио ВиБиСи на получение, это был наш программный директор Юрий Грушин и коммерческий директор Александр Радашевский, они пришли с двумя дипломами, с двумя кубками. Мы, естественно, все это бурно отметили, потому что это действительно такое прям достижение. Одна из тех границ, которые ты можешь пересекать, говорить, я молодец. Действительно, это результаты за год. Но у нас предстоит еще одно очень значимое событие. Мы будем отмечать свой такой небольшой юбилей. Это же не большой. 25 лет четверть века. Четверть, понимаете, не 20, не 30, а тут четверть века. Но это будет все впереди еще, это только лишь 1 января 2018 года. Тем не менее, радиостанция ВиБиСи, как я сказала в начале программы, действительно легендарная. Я помню еще совсем себя маленькой, когда я слушала ваше радио, и оно, конечно, менялось со временем. Вот мне бы хотелось немножечко истории, и вообще какие перемены за это время длительные все-таки достаточно произошли с ВиБиСи? Я думаю, что Саша должен сказать, потому что Саша, в принципе, старше меня раза в два. Поэтому многое помнит, многое даже видел еще. Поэтому, Сань, ты начни. Да, началось, как вы знаете, довольно давно. То есть в конце 92-го года группа энтузиастов собралась для того, чтобы сделать первую коммерческую радиостанцию Владивостока. Все вы помните, какие тогда были времена. У нас поменялась страна, поменялся флаг. В общем, поменялось очень многое, и это было время перемен. И больших возможностей. И больших возможностей. И кто, как говорится, кто первым в эту нишу займет, тот, собственно, и молодец. Вот мы молодцы. Первая коммерческая радиостанция радио ВиБиСи. Мы отмечаем ее день рождения 1 января, потому что именно 1 января 93-го года вышла в эфир и начала вещать. В общем, с тех пор все и началось, так сказать, все коммерческое, коммерческое СМИ, радио СМИ началось с нас. Но правильно вы сказали, что многие помнят тех, кто работали на радиостанциях. И есть мои родители, что уж там говорить, тоже слушали ВиБиСи. Наши друзья, тот же Марти, который вот совершенно недавно вместе тоже с нами там проводил эфиры. Дима Шакин, опять же Юра Грушин. Они тоже все, я прошу прощения, не пенсионеры, конечно, но мастодонты нашего эфира радио ВиБиСи. Нет, давай про пенсионеров. Давай, давай, давай. Мне премию дадут вместо тебя. Девочки утреннего шоу пришли, вот Катя Демина и Саша Смолина. Они, наверное, уже лет около 15 точно есть в эфире, если я не ошибаюсь. Мы не уточняли просто. Да, потому что у женщин про возраст нельзя спрашивать. Но в любом случае достойно. У каждого есть свои фанаты, свои поклонники. Очень часто мы слышим фразы, что, о, вы работаете на ВиБиСи, ничего себе. Это еще радиостанция настолько долго прогрессирует. Каждый раз нарастают и обороты, и количество радиослушателей. Потому что постоянно же мониторинг идет. А сколько слушателей, какая возрастная категория и все прочее. И с каждым годом, я скажу так, что мы только укрепляем свои позиции. Этому тоже есть причина. Потому что совершенно недавно случился так называемый ребрендинг. Смена формата. Смена формата, да, в 2012. Если мне не изменяет память, был задуман глобальный, глобальный просто передел всего. Музыки, отношения к музыке, каких-то внутренних... Ну, распорядка, сетка, вещания, да. Все это было задумано, проведено. Это было тяжело, безусловно. Это встретило определенные... Отзывы, да? Встречные какие-то попозновения. Но, тем не менее, это было проведено, это было сделано. И как показала практика, как показало время, это было правильным решением. Потому что после этого рейтинги начали расти, расти и расти. И вот, видите, теперь еще и торговая марка года. Да. Опять еще раз вас хочу поздравить. И хочу немножечко еще ненадолго вернуться в прошлое. Спросите, почему название такое VBC? С чем это связано? Да, очень просто на самом деле. Ой, Саня, подожди, давай расскажем о том, что есть огромное количество вариантов. Мы даже проводили конкурсы на то, кто как расшифрует VBC. Причем это действительно был конкурс такой прям реально настоящий. Как только они расшифровывали, и была Владивосток и The Best City. Ну, конечно, это самое любимое мною. Были другие варианты, чтобы никого не обидеть, я их не буду называть. Думаю, что вдруг кто-то скажет, что вот мой вариант не понравился. Но на самом деле, правду расскажет Саша. Ну, я перебила тебя, как обычно. Да, как обычно перебила, да. В VBC расшифровывается Владивосток Broadcast Company. То есть это абсолютно как бы стандартное, можно сказать, название для англоязычных радиостанций. Они все заканчиваются на VBC, потому что это Broadcast Company, радиовещательная корпорация. Вот, в нашем случае просто V это Владивосток, ну а дальше по схеме. Да, мы приравняли себя к ним. То есть версии даже порой более такие нестандартные, чем на самом деле, да, само название является. Естественно, да. Хочу добавить также, что интересно, что именно 1 января, видимо, энтузиазма было много у создателей. Да, энтузиазма было много, а мы теперь стали заложниками этого. Потому что 1 января, насколько на моей памяти, мы еще ни разу не собрались отметить день рождения радиостанции. Самый ранний момент, опять же, если мне не изменять память, был 4 января. То есть когда все уже отлежались после праздников. Но нам объяснили, чем такая ситуация была обусловлена. Дело в том, что когда тебе выдают лицензию на вещание, ее просто выдали на 1 января. Соответственно, тогда мы и сочли, что это день нашего становления, день рождения радиостанции. Ну и это чем раньше выдали, тем больше нам лет. Все. То есть вы прям официально день в день празднуете, документально уже подтверждете. Да, плюс ко всему день радио, 7 мая у нас на носу. Мы тоже ежегодно обязательно, чтобы не произошло дождь, стужа, метель. Ну в мае бывает всякое. Это Владивосток. Это Владивосток, да. Мы собираемся, отмечаем наш праздник. Причем мы это делаем не единично, как-то там каждый сам по себе. И не только в рамках нашей радиостанции ВИБИСИ. Потому что в нашем холдинге есть еще другие станции. Мы собираемся все вместе и дружественным коммертивом как-то поздравляем друг друга. Но каждый год что это, мы не знаем. Вот, например, что нас ожидает в этом году и что мы придумаем еще. Это сюрприз. Это каждый раз, да, сюрприз. Но он всегда такой нестандартный, опять же, потому что люди, которые работают на радио, это креаторы. Тут как ни крути, кстати, можно даже затронуть тему чего. Что очень часто задают вопрос. А есть ли у вас журналистское образование? Я думаю, что вы тоже его слышите очень часто, да? Вы же ведущая на телевидении. У вас же должно оно быть обязательно. Так вот, я скажу так, у меня его нет. У Саши я, насколько знаю, этого парня недолгий период времени, около 10 уже лет, тоже нет. Но люди сюда идут по призванию. Потому что все-таки радио это в первую очередь душа человека. И чем она шире, чем она человеколюбивее, тем у тебя больше шансов работать на радио. Дефект речи и все прочее. Саша же работает, нормально. Я смотрю, взаимоуважение и любовь тоже. Это обязательно. Без этого просто никак. И абсолютное принятие. На самом деле, на радио я пытался попасть несколько раз. И попал только несколько лет назад. Потому что как-то не получалось. То есть первые поползновения я начал делать еще в 98-м году. А проходил кастинги, меня не утвердили. Я как-то разочарался, расстроился, отошел. Потом была вторая попытка, вторая попытка не училась успехом. Потом все-таки я попал в эфир радиостанции. Сейчас ее нет у нас здесь. В ротации, да? В ротации, да? Да, поэтому я могу сказать, что это был юмор-фм. Я там проработал недолго. Как-то он не задержался у нас в городе. Но оттуда я уже перешел работать под крыло тогда еще. Да? Да. Потом, естественно, роли сменились. И очень приятно это слышать. Да. Теперь. Нет, я все равно мастер по-прежнему. Ты мой ученик. Но надо соблюдать, понимаешь, субординацию, Саша. Конечно, вы мастер всегда старше ученика. Юля, ну коль уж мы заговорили о том, как вы попали на радио, хочется услышать твою историю. Ну, моя история очень проста. Я обладала талантом с детства. Этого невозможно было не увидеть. Моя бабушка всегда об этом говорила. И бабушка. Да, да. Все это видели. Объективное мнение. Абсолютно. Абсолютно объективное. И когда я поняла, что я еще могу петь, я решила этим зарабатывать. Я пошла работать. Сначала меня взяли на улице. Помнишь, когда у меня была карьера? С этой, со шляпой, знаете, с третовать. Но не получилось. И в конце концов меня заметил продюсер, который, собственно, и пригласил мне радиостанцию. Сказал, требования должны быть очень простыми. Ты должна много говорить, уметь. И ты должна смеяться. Это был очень нестандартный набор. Чудесно для девушки. Да. Причем, когда я шла первый раз на эфир, у меня дрожало все. Мне кажется, мне даже волосы слегка подрагивали. Потому что это было настолько страшно, настолько волнительно. Но с каждым днем оно все становится проще и проще. Потому что ты начинаешь узнавать свою профессию. Ты узнаешь, сколько в ней подводных камней. И, опять же, нельзя просто прийти на радио и работать вот так вот в режиме какой-то такой жесткой согнации. И ничего, ничего не предпринимая. Мы постоянно с Сашей. Мы подписаны на различные форумы. Мы участвуем в семинарах. Там, где учат, например, как строить речь. Как друг друга чувствовать. Опять же, вопрос работы в эфире, это в первую очередь вопрос доверия друг другу. Я вот так скажу. Если уже говорить о серьезных вещах. Без этого просто никуда не пойти. Это как создать свою семью. Но не только то, что слышат наши радиослушатели. Меня и Сашу. Да, по доверию это вообще как бы отдельная тема. Я у нее деньги постоянно занимаю. Она ни разу назад их не попросила доверять. Но это вопрос плохой памяти, Саша. Да. А у нас еще весь огромный коллектив, которого не видно. Это наши менеджеры. Это ребята, которые рекламу нам продают, выдают. Это наши программные директора, которые сетку нам делают эфирную. Техники. Техники, опять же, чтобы все вещало. Это музыкальные редактора, которые как раз таки формируют тот список, то направление музыки, которое будет играть в эфире. Ведь у многих радиостанций сетевых в чем прелесть? В том, что есть центральный офис, который отслушал все, и вам уже на регионы выдают. У нас же, что на ВИБИСИ, что на наших дружественных радиостанциях... Мы сами себе велосипед. Да. И при этом это еще и суровая нагрузка. Ты должен сам все отслушать, согласись. Ну, естественно. Когда ты сам за все отвечаешь, нагрузка гораздо выше, чем когда у тебя есть кто-то сверху, который тебе говорит, что и как делать. То есть нельзя уже сказать, да там, не решили не пускать вашу песню в эфир. Сверху заубили. И все. То есть огромное количество людей выполняет работу. Не забывай, я считаю это важно. Бухгалтерия. Действительно бухгалтерия. Люди, которых мы любим и уважаем. Из нее никуда. Да. И когда туда посылают, это очень приятно, правда? Да. Ну и, конечно же, наше руководство, которое мудрый мог там бдит за нами. Нет, ну если бешу так, то действительно, конечно, мы сегодня всех поздравляем. И от лица восьмого канала, и от лица наших телезрителей, я думаю, вас с профессиональным праздником. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. У каждой, наверное, профессии есть свои плюсы и, безусловно, свои минусы. Иногда они переносятся и в нашу жизнь. Я сейчас говорю о профдеформации. Понятно. И хотите спросить, есть ли она у нас? Конечно, да. Но, как вы понимаете, мы даже на телевидении мало говорим. Деформации нет у нас. Но, на самом деле, создается впечатление, что люди, которые работают на радио, они говоруны. Птица говорун, трещит без умолка и все прочее. Ну, собственно, вы это подтверждаете. Нет, на самом деле, мы это делаем только тогда, когда это необходимо. Допустим, в рамках нашего эфира или в рамках того, когда тебя приглашают в гости. Но вот Саша, он же работает еще под спутно свадебным ведущим. Я думаю, что ему это тоже на руку. То есть, он как раз на радио, на мероприятии, он такой весь рубаха парень. Он говорит. Договорил сел. Домой пришел, сел молча. И все. И я думаю, что его не видит ни жена, ни дети, ни все прочее. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что это именно так. В подвале закрываюсь в темном. Да. И сижу, восстанавливаю энергетику. Ну, правда, восстановить энергетику нужно. И есть у каждого свои способы. Для меня, например, важно побыть в одной. В одиночестве. Только когда я одна, я абсолютно полностью могу разрядиться, зарядиться, и у меня опять все нормально. То есть, когда я вижу людей, мне очень сложно. И бывает вот этот период деформации, когда у тебя там подходит к завершению какого-нибудь сложный месяц, ты уже просто не можешь видеть людей. Не можешь потому, что ты не сможешь им отдать 100% себя. Ты не сможешь поговорить с ними полностью. И в этот момент ты уходишь как раз-таки в затишье. Ты еще исчезаешь из соцсетей, ты стараешься меньше отвечать на вопросы и так далее. То есть, вот этот момент, он, конечно же, есть. Ну, лично у меня. Есть еще один момент, он не очень, конечно, позитивный. Я надеюсь, что наш эфир не испортит. Есть такое понятие «show must go on». Да, шоу должен продолжаться, и великий Фредди Меркьюри уже спел об этом песню, все, в принципе, рассказал. Но каждый работник, скажем так, тот, который на людях, на людях, он на себе этот шоу «Мозг go on» постоянно ощущает. То есть, были ситуации, например, это тоже относится к профессиональной деформации, были ситуации, когда выходить в эфир совершенно не хочется по тем или иным причинам. Потому что в жизни у нас, у каждого случаются разные моменты. Да, да. Но ты вспоминаешь, что шоу «Мозг go on», и ты выходишь. И, наверное, это один из ярких моментов профессиональной деформации, что ты даже собственные переживания иногда загоняешь в такие далекие углы просто только ради того, чтобы делать свою работу, делать ее так, как ты привык делать ее хорошо. Но при этом, согласись, это является еще и твоим достоинством. То есть, в любой ситуации ты сможешь выйти с высоко поднятой головой и никогда не покажешь в том, что тебе больно, плохо, и ты находишься в унынии. Ну и более того, наверняка, ведь это порой спасает от уныния. Конечно. Правда? Ты можешь иногда и забыть о том, что не важно, а ты быстренько там закопал то, что не нужно, в хорошем настроении пошел. Да, главное потом это раскопать уже в другом месте и избавиться от этого груза, потому что это довольно мощный груз на самом деле. А я еще, знаете, хотела сказать. Многие думают, что радиоведущие – это люди, ну, такие звезды. На самом деле, это как раз-таки одна из тех самых ярких позиций, которую вроде бы знают все, но не знает никто. Вот я уверена, что если кто-то сейчас смотрит нас без звука, они даже сразу не поймут, кто эти люди в эфире восьмого канала. Вы нам титры дайте. Да. Вдруг кто-то не узнает. Без звука смотрит, слава богу. Да, все написано. Не узнают. Потому что у меня однажды была ситуация, кстати, очень смешная. Я встретила свою подругу, мы с ней были с детства знакомы, потом мы учились вместе в университете. И я с ней встречаюсь после долгой разлуки, наверное, там, в несколько лет. Она мне говорит, ты знаешь, как у тебя дела, мы долго болтаем, болтаем. И тут она мне начинает рассказывать о личном. Она говорит, ты знаешь, я тут подсела, такая чистота классная, ребята там говорят, радиостанция хорошая. Я говорю, ну ты что, мне-то интересно. Мне интересно, кто эти суровые люди, которых она слушает, а нас нет. И она нам начинает описывать. Вот его зовут Александр, ее зовут Ляля. И прямо отсыпает комплименты ведрами. Естественно, я стою, я поплыла и говорю, Катя, ну как тебе сказать? Это я. На что она сказала, ты что, нет? То есть это было примерно вот так. Для того, чтобы она мне поверила, мне пришлось прийти на работу и говорю, Саша, сегодня я первая выхожу. И я начала прям свой эфир с правильной подводкой, с красивыми словами. Но как раз-таки тот привет и шифрованную фразу я сказала для этой Екатерины. И она мне написала, слушай, ну я просто в восторге. То есть вот это были мурашки прям. Да, у меня была ситуация, я работал на спортивной набережной. Мы обеспечили день города. Вот. И у меня была задача примерно такая же, как на радио. То есть много говорить, чтобы было людям шумно, то есть какие-то обещания объявлять. Мы работаем, работаем, работаем. И вы, подходит какой-то парень, вот он недолго на меня пристально смотрит. Ну как бы, мало ли люди, да. То есть люди гуляют, люди отдыхают, день города все, может быть, на веселе. Вот. Я не обращаю внимания, продолжаю работу, а он стоит и на меня смотрит. И я понимаю, что он как-то целью какую-то задался. Ну ладно, я уже за ним начинаю приглядывать. Вот я заканчиваю свой выход. Ухожу на паузу. Он ко мне подходит и говорит, вы на радио не работаете? Я говорю, работаю. На каком? На ВиБиСи. Саша. Я говорю, да. Он такой, о, клево. Я вас по голосу узнал. Я говорю, ну слава богу, люди узнают. А тут лучше, когда ты бежал, помнишь, тебя камнями хотели закидать? Не будешь рассказывать? Так я же тебя спиной прикрывал и тебя к борцали. Не эфирный вариант, ладно. Я закончу. Конечно, конечно. Он, я ему сказал, да. Он говорит, ой, как прекрасно, как прекрасно. И убежал. Я думаю, ну хорошо, слава пришла, все дела, продолжаю работать. Он возвращается через пять минут, несет кружку, купленную у ребят, которые торгуют для туристов. Сувенирами. Сувенирную, понимаете, да? То есть, сувенирная кружка для туристов стоит, там, гораздо дороже. Он купил кружку, принес мне и подарил. Я думаю, зачем? Он мог купить что-нибудь другое, если бы захотел. Но купил кружку, принес, подарил, да. И она у нас стояла в студии именно как напоминание того, что... Мы даже из нее не пили, насколько я помню, она была как... Трофея. Не как трофей, а как кубок. Ну да, так, кстати, да. Мы, например, телеведущие, помимо того, что мы говорим, мы еще и в кадре находимся, нас видно. Вы же такие невидимые бойцы за кадром, работа... Наверное, ваш основной инструмент, безусловно, не наверное, это ваш голос. Это так, да. Расскажите об этом. И мы сталкиваемся иногда с трудностями, когда ангина, скарлатина, да. Зима – это вообще адское время. Да, то есть вам очень сложно вытянуть ситуацию чем-то другим. У вас должен быть ваш привычный голос. Вот как вы вообще в этих ситуациях ориентируетесь? Есть такие способы. Ориентируетесь. Это как, знаешь, тоже... Фармакология называется. Да. Аптека. Мы выработали свой набор. Иногда, конечно, после этого набора нельзя садиться за транспортное средство, потому что есть такие лекарства. Все тайны-то не выдавай. Да? Ну вот, ладно. Хорошо, я думала, сейчас рецепт можно записывать. Нет, на самом деле, я же когда работала певицей, а это были долгие годы моей жизни, и тогда после четырехчасового пения ты выходишь, понимаешь, что связки уже ничего делать не могут. И есть быстрые экспресс-методы, чтобы восстановиться. В принципе, я их перенесла и в область работы радиостанции, поэтому они помогают нам. Но раскрывать список нет смысла никакого. Если хотите, заходите там на страничке, пишите, мы вам все быстренько расскажем. Или заходите в гости, приносите нам пирожки. Да, Саша очень любит поездка. Причем, всем опять напоминаю, что радио ВБС любит получать в подарок пирожки. А вы делаете какую-то гимнастику? Да. Каждый день? Ну, честно говоря, я не каждый день. Но когда вот чувствуешь, что уже пора бы, тогда нужно. Нет, это зависит от того, какое время дня, наверное. Потому что, когда у нас был давным-давно уже работали утром, вот, ты приезжаешь на работу, а голос не проснулся. Ну, и приходится, естественно, как бы его будоражить. Греть резонатор. И это все остальное, да. Перейдя на вечер, как бы эта ситуация гораздо смягчилась, потому что в течение дня ты, естественно, говоришь. Да. Так или иначе, и поэтому уже подходишь к эфиру более подготовленным, чем если ты работал утром. Да, но если бы вы спрашивали наших утренних девочек, Катя Демина и Саша Смолина, то я думаю, они с этим сталкиваются. Но у них есть еще одна проблема более глубинная. Это, ладно, голос проснуться, как сделать так, чтобы проснулся мозг. Но вот здесь, как раз-таки, что касается внутренней кухни, у нас есть такой, как сказать, Саша, это показатель, лакмус или что-то там еще. Когда включается on-air и загораются наши микрофоны, я себя словила на мысли о том, что я как будто бы становлюсь не я. И у нас и голос просыпается, настроение просыпается и все прочее. То есть ты вообще абстрагируешься и становишься как раз-таки тот самый лялей. Альтер-эго. Да, альтер-эго. Это условный рефлекс, да, на срабатывание. У нас на микрофонах вся лампочка, когда они горят, значит и в эфире. Вот, поэтому, как у собаки Павлова, хоп, загорелась лампочка, включилась ляля. Ну, это хороший рефлекс. Здорово, надо поучиться у вас, приходить, смотреть на табличку. А мы, кстати, знаете, можем пригласить и вас в гости к себе. Это было бы очень прекрасно. Ой, это очень интересно. Мы возьмем интервью на тему. А тяжело ли в эфире брать интервью у радиоведущих? Поговорим об этом на радиостанции ВиБиСи. Легко. Тогда я не буду отвечать сейчас на этот вопрос. Подумай, подумай. Оставим интригу. Ребят, нам уже практически пора заканчивать. И вообще, по традиции, в свой профессиональный праздник работы нашей сферы, телевидения, радиоведущие и так далее, и так далее, они рассказывают какие-то случаи, которые всегда остаются за кулисом. Это могут быть какие-то курьезы, может быть, наоборот, какая-то страшная ситуация. Расскажите нам что-нибудь, что пришло на ум. Сложно вообще рассказать, потому что эти вещи остаются за кадром, потому что они не должны быть в кадре, скажем так. Ну, из-за такого, из лайтового, мы можем рассказать, что у нас частенько случаются поклонники. В основном у Ляли, конечно, потому что было бы очень странно, если бы у меня были поклонники. Один из поклонников моей напарницы был очень креативным. Он любил делать подарки своими руками. И это были шикарные, эксклюзивные подарки в единственном экземпляре просто. Это было шикарно. Одним из них были обычные настенные часы. То есть, он просто взял китайские часы, вытащил из них механизм. И тут вообще просто кайф. Он вставил их в пластиковую коробочку из-под чистых дисков, на которые надо нарезать. Знаете, вот эта кругленькая коробочка. Сделал дырочку, вставил ее. И самое главное, вот эта черная штучка, ее закрываешь. Сверху он сделал 12 часов с помощью стразиков. Все красиво украсил, разрисовал. И это можно было вешать на стенку. И это были часы, которые ходили, показывали время. Самое главное, если надо было, ты их раскрутил, снял, перевесил в другое место и поставил. Это очень креативная штука. Самое страшное, что даже я не помню всех этих тонких подробностей. А Саша, видимо, смотрел и плакал. Почему это ей подарили, а мне нет. Она просто сидела спиной к этим часам все время. А я сидел и смотрел на них. И я всегда вспоминал, от как они появились и нас откуда взялись. Да, но что касается таких тайных дел, бывает люди приходили. Получается, у нас студия каким образом сделана? У нас вход за моей спиной. Я не вижу, кто пришел. И очень часто случается так, что я могу в эфире про кого-нибудь говорить. Ну, мне там с руки зашло за нашего директора поговорить. И я вижу, что Саша легко меняется в лице. И так вот прям вальяжно начинает на меня смотреть. И говорит, давай, 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 говори. Давай, еще сильнее. Давай, давай. И я вот все, что было, я рассказываю. После этого говорю, ну, все, дальше вы слушаете BBC. Выключаем. Саня говорит, а теперь Лялечка молодец такая. Смотри назад. Я смотрю назад, и там действительно стоит он. И вот именно та самая неловкая ситуация. Но я, конечно, всегда про директора только в хороших словах. Только, только, только позитивно. Она даже задумала сделать зеркальце заднего вида. Полезная вещь. На монитор поверить. Можно пудру, в принципе, открывать. Периодически в такие моменты, когда Саша так расслабляется, и ты видишь, можно открывать и поглядывать. Ребята, к сожалению, наше время вышло. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Спасибо за приглашение. Я обязательно, теперь уж точно. Мы ждем. Все видели. Официальное подтверждение. Приду к вам. Еще раз с вашими праздниками, и профессиональным, и с вашей победой. Желаю вам новых побед, развития, успехов. Спасибо огромное вам. Спасибо вам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова